Деньги вам не нужны. Паспорт отдали, да? В Добе свободен. Сейчас для нас сотни стоит приходить. Строй как раз-таки бедняки и все. Ребята, прошло 2,5 месяца или даже 2 месяца, как я поставил основные планы по поводу Бонофайт. Там было всего 6 пунктов. Можете их посмотреть в первых сериях. Сейчас я хотел бы отчитаться по ним за 2 месяца работы. У нас был отдел продаж. В общем, вы видели по второй, в третьей серии, как я с ним мучился, да? Мы наняли человека, он подвел нас. Какая-то пришла мушка, которая потом, кстати, за ту же серию нас писала, звонила, что, блядь, я вас засужу, у меня кто-то там, блядь, прокурор. Ну, честно, меня, чувака, с семилетним опытом, это смешно просто. А вот, в общем, отдел продаж, в общем, процесс решился, буквально дербовка одного нужного кадра. И вроде сейчас все там цветет и пахнет. Да, Степан? Да. Да, Степан? Конечно. Видите, у меня все хорошо. Поэтому я туда не лезу, но дальше уже все не так просто. В общем, СММ. СММ – это ведение социальных сетей. По-прежнему, я себя пока что целиком не сбросил, не автоматизировал данный процесс, но, тем не менее, при центах 70 моих задач выполняют там Кристина и Аня, да, и в Инстаграме целиком, и в паблике ВКонтакте. То есть, я подконтролирую, иногда редактирую тексты, что-то меняю, предлагаю. Вот, на данный момент у нас создан полностью контент-маркетинг. Это значит, что у меня есть абсолютно четкое расписание на весь месяц по каждой социальной сети, во сколько что мы выкладываем, чтобы все целиком осветить, не надо есть заинтересовать, развлечь и продать. Но в данный момент нету одного какого-то главного чувака, который ввел бы все это. В данный момент у нас по-прежнему не внедрены Инстаграм англоязычный, Фейсбук, Одноклассники и Телеграм. Ну, и Ютуб у нас там так. Ну, тогда нужен контент. Здесь у нас, скажем, я решил вопрос на 100%, потому что от меня уже ничего не зависит. Вроде как все будет хорошо. Здесь я решил на 40%. То есть, здесь не абсолютно автоматизировано. Я пытаюсь прийти к системе, что у меня есть один гиперчеловек, который пиздец, как владеет этой хуйней лучше меня. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы делаете? Перебираю бумажки. Гениально. А я вас раньше не видел. А я была на производстве. А кем будете работать, получается? Помощником бухгалтера. А у вас образование, да, какое-то было? Да. Какое? Бухгалтер. Почему закройщик-то? Ну, потому что у меня швейное образование тоже есть. Вика, тебе помощника дали? Да. Откуда взяли? Что за помощник? Что будет делать? Ну, она у нас была принята помощником закройщика. А при приеме увидели в трудовой книжке, что она 4 года работала заведующим магазином. И образование бухгалтерское у нее есть. И решили ее к нам. И решили взять себе помощника. Она рада. Ну, я что-то вижу, она там вся в бумагах сидит. Ну, да, у меня накопилось. Я ее завалила. На этот вопрос я отвечу достаточно просто. Почти все великие компании, вот гиганты просто, корпорации, они построены людьми с нуля. Да, безусловно, зачастую нужны деньги. Но, как правило, деньгами большими могут пользоваться те, кто уже зарабатывал когда-то такие деньги. Если дать большие деньги какого-либо человеку, он просрет их. Даже если он будет пытаться что-то сделать в правильном направлении, там, дай ему построить, скажи, там, гипермаркет чего-либо, он не сможет. Потому что до этого нужно дорасти. То есть понимание как это происходит. Поэтому с большими деньгами, как правило, могут обходиться люди, которые уже доросли до этих денег, знают, что с ними делать и знают все нюансы бизнеса. Я вот первую свою компанию от дочеком основал где-то в 20 тысяч рублей. Я занял у брата и пошел, купил футболки и нанес на них принты качковские. Поскольку рынок был пустой, у меня их все купили в два раза дороже или в два с половиной раза дороже. Вот. Также потом начал делать со спортпитом, перепродавать. И вот компания Бунафай, кстати, тоже открыта с 20-30 тысяч рублей. То есть она вообще росла вот прям за 2-3 года до капитализации там сейчас, наверное, 60 миллионов. Она доросла вот за 2-3 года. Поэтому деньги вам не нужны. Играет музыка контент это материал, который дальше попадает в SMM. Здесь тоже не все решено, но тем не менее мы внедрили бэкстейджи. Начали внедрять видеообзор, видеоконтент по поводу наших вещей. То есть у нас будет на сайте дополнительная вставочка под YouTube, где данная вещь будет еще показываться со всех сторон. Сделали мультик, можешь вставить. Сделали парочку видосов там с Машей, там сделали пару вирусных видео. Одно очень хорошо зашло, я думаю, где-то около 7-8 миллионов. Неудавшийся есть, который у нас в России не зашел в принципе вирусняк. Ну, в принципе, все. В данный момент я тоже пытаюсь как во втором пункте автоматизировать это, пытаюсь вот Сергея вырастить что-то, человек, который мог бы делать его лучше меня, но это навряд ли. Дальше у нас цель выйти не только вот мы о лосинах, мы снимаем лосины, нам в целом нужны женщины. Мы будем делать свой портал, будем собирать в целом контингент женский, чтобы уже потом туда им продавать идеические питания и продукты для здоровья, для красоты, лосины, шмотки, вот, то есть нам нужен всеобъемлющий проект, как мы делали дочеком. Но дочеком у нас вырос случайно, медийно, и потом уже появились какие-то коммерческие ответвления. В NFA растет наоборот, из коммерции в медиа. Контент здесь, ну, процентов 20 от того, что я хотел бы видеть, то есть здесь у нас пока что не автоматизировано все. Паспорт отдали, да? Трудоволен. Дуби свободен. У меня ребята предложили участвовать в новом проекте, и, соответственно, я туда решил уйти. Но, в принципе, всем здесь был доволен. Вадим решил, что отдел маркетинга ему сейчас не нужен, поэтому я как-то решил не ждать у моря погоды и решил устроить свою жизнь сам. Представляете, у нас коллектив 70 человек, и из них 60 это девушки. В общем-то, сегодня у нас 8 марта, и мы будем поздравлять весь коллектив с праздником. с праздником. Уважаемые дамы, минуточку вашего внимания? Хотим поздравить вас с праздником, пожелать счастья, любви, удачи, здоровья, всего самого хорошего. Спасибо вам. Оставайтесь такими же замечательными. Как зовут тебя? Меня зовут Степан Степанов. Кем будешь работать? Я буду заниматься постановкой продаж в Bonafide. А что будешь вносить? Моя задача построить систему, это взаимоотношения клиентов с компанией, чтобы все были довольны, всем было комфортно. И компания была готова к новым вызовам, как в рамках России, так и за рубежом, чтобы мы не умерли от наших дорогих клиентов любимых, и всегда могли всем помочь. Ты посмотрел сейчас отдел, что скажешь, какие надо изменения вносить срочно. Для начала хочется разделить все-таки у нас есть клиентская база активная, которая с нами постоянно, так скажем, уже на протяжении некоторых даже более года есть клиенты новые приходящие, соответственно, хочется как-то разделить обязанности в отделе, чтобы специально обученные люди одни отвечали за одно, вторые отвечали за другое. Дизайн. Также вы видели на протяжении четырех отпусков, как я это делал, на данный момент. Есть подвижки, есть люди, вот тут есть Роман, который начинает заниматься дизайном, есть Ира, которая регулярно выдает нам какие-то вещи, все это шьется, все это фотографируется, все это показывается, не без моего участия, нету какого-то четкого плана, но у нас уже есть сборы, уже два или три мы провели, есть четкие даты, есть четкое понимание, как новинки появляются, как они ведутся, вот мы такую хрень сделал, здесь все новинки, они обрабатываются, обрабатываются каждый вторник, после того, как он нас устроил, он уходит вот сюда, ведется он не только в таком формате, но и в то же время ведется электронная таблица, назначил главного человека, это у нас Кристина, ращу ее, пытаюсь что-то сделать из них, выдаю какие-то задачи, ну, автоматизация процентов на 60, но тем не менее намного лучше, у нас уже все эти пробники стали отшиваться наконец-то, у нас не было раньше на протяжении полугода никого, кто мог бы их отшивать, сейчас у нас сразу одновременно 4 человек, кто может выполнять данные задачи. Как продвигается бухгалтерское дело? Я снова здесь. Не получилось что-то? не хочу. Почему она ушла? Да нет, объем большой, боится не справиться, пошла обратно в закройку. Может это ошибка того, что ты прям очень много сразу бумаг дала? Я давала только стопку 3 месяца сложить по датам и все больше и ничего не давала. Но откликов много, мы вчера разобрестили вакансию, сегодня придут, поставила стул, сейчас 12 часов начнут приходить. Вика, ну расскажи вкратце, как прошел день, кого выбрала и кто будет тебе работать в итоге? А вот выбрала все-таки тут последнюю кандидатуру, к которой приходила девушка, которую изначально заметили. Бумажки так больше не будешь давать, как в прошлый раз? Буду. Придется, ну а куда в бухгалтерии без бумажек? Их всегда будет много. Поиск тканей. Так, здесь мне не нужен какой-то человек, это просто разовое какое-то задание. Пусть это будет 70%. Найден очень хороший поставщик в России, который может нам обеспечить примерно половину наших потребностей в тканях. Русский поставщик. Это очень круто. Франшизм. Это главное, к чему мы стремимся к франшизе. Чтобы у нас было все круто представлено в каждом городе. Охеренно. А не где-то там из-за дворков какого-то магазина мы в уголке находимся. А в торговом центре 100 метров квадратных там бонофайт охуенно выглядит. Здесь наверное все сделано процентов на 20 сейчас. Почему? Франшизу мы еще не делаем. Мы решили самостоятельно своими силами пока чтобы закрывать Питер и Москву своими магазинами. Поэтому мы формируем свои магазины сейчас. Я Никита и Виталий. Виталий это наш топовый дилер. Мы втроем делаем. Выбрали мы в данный момент лучший торговый центр, который нам подойдет. Собрали всю базу по всем торговым центрам. Где нас примут, где не примут, где сколько стоит, какие места свободны. Но это нам на будущее пригодится. Делаем дизайн проект. То есть нашли человек, который сделает дизайн под данное помещение. Архитектурный проект, который мы утвердим. Нам разрешают туда зайти. Дальше нам остается реализовать то есть построить помещение то, что нам требуется. И начать выстраивать систему продаж. Того, как должен выглядеть продавец, как их найти, как их обучить, как нам привести трафик и прочее. Все это я буду потом накоплены знаний освещать в каком-нибудь отдельном видео в проекте, который в будущем станет неким регламентом для будущих наших франшизников, которые посмотрят наше видео, там, часовой, как мы сделали от Edo магазин и смогут сделать так же. Надеюсь, все понятно, все это вы видели, как я делал в каждом из выпусков. Плотно, неплотно, возможно, что-то непонятно. Я отчитался, вот, посмотрим, что я смогу сказать по этому поводу через месяц, через два. Все, всем пока. Вика, вам что наобещала? Вика, конкретно, ничего. Что происходит? Мне тормоза, вот. Вот это может теснее. Горячая история. Я видел, как один фильм так начинался.